На протяжении нескольких лет работа предприятий концерна Беллигпром, увы, не отличалась высокими результатами. И несмотря на внушительную финансовую поддержку со стороны государства, предприятие концерна продолжает снижать темпы производства и буквально идти ко дну. Что примечательно, изначально на коллегии планировалось рассмотреть итоги проверки, касающиеся одной организации концерна – Пинского Полесья. Однако, как оказалось, плачевный статус и на других предприятиях Беллигпрома. В ряде организаций концерна Беллигпрома, расположенной в Брестской области, достаточно сложная финансо-экономическая ситуация. Такой пример можно привести по Кобрин-Ручайке, по Пинского завода искусственных кож, по коврам Бреста. При существенном оказании государственной поддержки, а это порядка четверти триллиона рублей с 2010 года по текущий период 2014 года, результаты деятельности предприятия постоянно ухудшаются. То есть, растут убытки, растут складские запасы, выручка падает, рентабельность реализованной продукции систематически сокращается. И, как следствие, эффективность в принципе деятельности предприятий и отрасли значительно снижается. Особой графой в послужном списке недочетов предприятий заняло нарушение действующего законодательства. Особенно это коснулось проектов модернизации, которые уже на стадии планирования противоречили всем законам логики. В некоторых бизнес-планах пункт реализации продукции стоял перед вводом оборудования в эксплуатацию. Не приносят положительных результатов и осуществленные инфекционные проекты. Кто виноват и что делать? О причинах плачевного положения организации легкой промышленности представители концерна говорят общими фразами. Единые какие-то проблемы кадры, это либо может несколько запоздалая модернизация, либо влияние ВТО на экономику наших предприятий нельзя, что это одна вот какая-то, это совокупность всякого рода причин. Причины различные. Причины и в проработке проектов, и в проработке рынков сбыта, и в проработке непосредственно потенциальных покупателей, соответственно изучение спроса как потребителей, что является в том числе одним из наволкающих факторов, которые должны сейчас ставиться во главу угла. Тот факт, что руководители предприятий и ответственные чиновники из министерства не справились задачами, которые ставили сами себе, это одна сторона медали, и им оценку будут давать уже на другом уровне. А вот разработать пути выхода из сложившейся патовой ситуации первый пункт плана спасения предприятий легкой промышленности, продукция которых может быть при разумном подходе станет наконец конкурентоспособной, что весьма актуально сегодня.